первый кладезь наш уже опустошается назвать хитру келена я заводчик птицевод перепеловод врачу в своем хозяйстве настоящего мясного перепела самим техасец мясный утяжеленый я хочу поделиться с вами делаю я обвалку бачите сколько костей сколько потрошков суповый набор остаются вот такие вот костяки что крылья вся грудинка снята вся грудинка снята остается шея вот шея сейчас мы большим бедра бедрышки косточки снимается делается обвалка снимается мясо и далее вот такие прекрасные мясо с жирочком настоящее мясо видите как арсейки значит а можно быть точки работать от бивни что я делаю а я делаю мясо рублено кем она есть омываевский нож профессионально дорогостоящая посуда и я делаю мясо рублено сюда же и чеснок сюда же можно и лук и вот так 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 освещала все равно youtube канале и получается вот такие вот чудесный чудесный фарш тут есть уже чеснок и изменился трошки цвет есть соль и есть мускатный орех сама структура мясо вообще красота ниакого яйца сюда ниакой манки крупы риса не добавляется формируется такие шарики я их проварюю просто в кипяченой воде целовровый листочек можно туда водичку бросить и формируем шарики они очень хорошо сами формируются я проварю я в рилсах вот видео отснимала пару дней назад так что продавляйте ся башки даже на лопаточки выйдут настоящий жир переполиный я показала как я делала котлеты вот мы не есть бульон бульон первоначальный бульон я киева трошки больше я на его основе сварила борщ и сюда добавила повторно горячую воду и повторно закипятила потом вот эти вот кости вот эти вот уже скелетки вот так получается эти шейки можно отдать у меня очень много есть кошек так кошкам можно шейки сами отдать ну и собачкам тоже собачкам есть конечно другая шоссести а вот где крылышки это сама грудина это все пидая на ритуальную мясо косну а шейки тут такие есть суставчики что кошкам будет хорошо а трубчатые кости нежелательно потому что можно пробить небо и вот эти вот в груди пластинчатые кости тоже не в небо им стояя пусть там в попереку начинает потом кашлять и начинаешь им все доставать доставать вот такие вот что косточки я уже показала их проливаю в одной воде и второй воде из них можно сделать или концентрированный бульон или первый бульон даже можно его самому выпить и второй бульон можно отварить ну если вы не делаете корма для своей птицы можно я не знаю куда даже отправить может может крупным большим собакам чтобы они это схрупали но тоже будь осторожны потому что вот эти вот если собака голодная или нахлопалась она прямо проглотнула то может пробить кишечник у меня був тоже собака шерхан и кости были куриньи и он пробил кишечник и все и погиб за пару дней и все так ну вот такие я вам посвящаю по чуть-чуть видео сегодня по числам сегодня у нас вообще-то суббота 17 февраля 2024 года хорошая вам показываю и живу птицу показываю и вес на весах и показываю вам мясо башки такие желтенькие прям прям сильно желтый жирочек уже птица яка была в работе то не знаю брала инкубационное яйцо и тут бачим желтой жирочек трошки вот даже для сравнения вин более светлее знаешь цепь эти у нас ноябрь скация возможно и даже августовская руками и хочу вернуться назад видео показать вам уже сами тушки тушки шикарные прекрасные тут есть от мяса дымся тут есть и жирок ощупь ручный разделка и шла разделка и шла по спине разделка разрезается по спине достаете все внутренности часть я продала заказчики кто приехал домой кому сделала доставку по мясу кто заказывал все время кому сама развезла кто приехал домой кому доставку рабыла по городу вот спасибо вам за ваше говорится внимание благодарную цену вот можно купить стартовый корм уже там примеру или будут у меня следующий перепела или будет цыплята то есть деньги будут вложены обратно в хозяйство вот так что это мяско все птица я работала на инкубацию отлично вся птица прекрасный наивосвес отличной формы мясна перепилка в наиве есть вот мясо ярко выражение ляшки отлично прекрасно вот такие вот ляшечки я срезаю вот я вам показываю по отношению до моей руки я эти ляшечки срезаю и делаю бедрышки на луковой подушке есть видео мое на канале подавиться бесподобно объединение вот само я грудиной срезаю я грудинку вот именно две части срезаю примеру одна половинку тела сердечка вот показываю примеру одну половину тела сердечка вот снимаем достаем век и в курятине и другу половинку и делаем беточки без шкурки конечно делаем беточки отбивни отлично вкусняшка получается порционно отбивними и что же можно сделать мне это очень нравится если этого перепела закоптить это вообще вот сейчас это идеальный материал для того чтобы его закоптить и настолько вкусный настолько вкуснячий вы даже себе не представляете мясо уже вообще классно и жиром и даже богата ну хотя можно и даже чуть-чуть не топиться внутренний жир уберем а цель я так можно закоптить вот этот вот жирочек останется есть видео мана на канале вообще бесподобно хотя можно и осмотреться и вариант несколько тут тушек можно замариновать максимум 6 потому что копченостей мы ему там два ну максимум три раза в год копченостей минимум употребляем я можно себя будет побаловать вот такие прекрасные тушки и показывала видео и весной я робила и разрезала копченостей на копченостей поропилку показывала сколько там у нее мясо бесподобна птица перепил техасский мясный это моя селекция с моим перепилка я сама я я селекционер цей перепилки я сама ее вывела это не как не украинская птица, это птица хитрок Елены. Вот. И тоже можно взять пару экземплярчиков и сделать на ее, к примеру, как буженина. Тоже, ну, время от времени это тоже делается. Дети бывают едят, бывают едят. Так, ну, а с этого, вот с этих костей, где было снято мясо, я сделала такую кастрюлю, в Воковску, это компания МВей, на 3 литра, там бульоны, булык, котлетки, я показывала тоже в Рилсах, дивиться, все было показано. Вот, и мы уже их благополучно скушали. Вот. Цей фарш, ну, его можно, конечно, сделать, вы знаете, да, фарш на колбасу, чай должна идти, его рублено, а чай должна резаться. Вот. И колбасу я делала как по-селянски, как копченую, из мяса перепелиного. Я единственный заводчик перепеловод, кто делает колбасу из перепелов. И также Татьяна, яка в Киеве тоже, у ней ферма есть, ферма. Вот. У ней тоже делали фарши, делали детские сосиски, делали колбаски, но там уже на промышленном уровне. Мы делаем это пока лично, сами для себя, самообеспечения. То есть колбасу не покупаем. Вот. Тем более, вот такое продается. Там варенки, сервелады, это ни в коем случае. Сыровял, сыровярина дорогостоящая, высокого, высшего качества. Там можно колбасу, но и то не приходится надобностями не покупать, потому что я делаю сыровярины деликатесы сама, деликатесы, мясо деликатесы я делаю сама. То есть птицу, яку я выращиваю, а это гуси у нас сыровярины, к примеру, перепел сыровярины, кури мы можем закоптить, перепела можем закоптить. Все деликатесы мы дома делаем, не надо, надобности, нема ничего такого покупать. Ну и фарш, вы сами хозяйки, если дивится хозяйки, ну вообще, если зритель, ты дивишься, ты понимаешь, куда применять фарш, если он есть в наличии, это прекрасно, можно приготовить все, что можно приготовить с фарша. Нема разницы, там свиний, он юши, или перепелиный, без разницы. Но в моем варианте, это очень-очень вкусно, достойно, достойный вид мяса. Очень вкусный, настоящий, достойный вид мяса. Вот эти вот кости, они уходят на переработку, на мясо косное, я мясо косное, они покупают с 16-17 года, с 2016, с 2017 года. Так я считаю, что та мясо косное, которая была применена в кормлении моей птицы, от нее и шли очень много болезней, вообще для курей, для курей, для перепилов, вот, все патогенки, и кокцидии, всякая срань, господня, так и вытягиваешь, оттуда цеплят, выпайками, витаминами, две недели, и пошла все по-новому. Почерпав информацию, мясо косное есть, в большей части, это аргентинское, хорошего, высшего качества, ну и сюда, никто не завозит, бизнесмены, не хотят тратить свои деньги, вот, все, работаете с украинской, мясо косное, а украинское мясо косное, это отходы из птицефабрик, отходы из бойнив, отходы из инкубаторий, представьте, яка там флора и фауна в той мясо косной, как она обрабатывается на заводах, ну и если даже, есть заводы, которые делают ее качественно, но сотрудничала я с Киевом, то есть с Киева брали в мешках таких зеленых, тоже, ей надо правильно хранить мясо косное, жарко, это очень плохо, от сырость, это очень плохо, она комками робится, то есть она окисляется и думаешь, что высокосную делаешь, добавляешь, тем же самым ты обнуляешь витамины в той же самой перепелке, в цыпленке, с рыбой, тоже самое, там, если Харьковская, то еще более-менее, но вона в ценнике, выше, если брать, к примеру, брали еще туди, до 16, в 16 году я брала Европат, Европат, Евпаторийскую, с Евпаторией, там была-була риба, потом там оказались водоросли, там риби вообще не было, то есть нема смысла, покупали рибу, вийшли от того, сама разработала все свои кармачи, чем я кормлю птицю, и эта птица выращена на моих кармах, на моих кармах, ребята, тут нема не соевой макухи, соевой шрота, кому как удобно, да, тут нема подсолнечниковой шрота, подсолнечниковой макухи, тут есть семена подсолнечника, и я корма показываю, как я делаю, эта птица есть те корма, которые я делаю, и в кормах есть, как грубый, сочный корм, добавляется, я уже сказала, який, и сухий, зеленый корм, вот и все, и злаковые, и злаковые, и премикс, все, витаминно-минеральная база, не путайте, не БМВД, БМВД, это и есть, это косно, рыбно, шрот, и микроэлементы, вот, а я делаю сама, мне единственное, надо покупать, теки, премикс, ну и премикс, тоже спрашиваю, який, желательно, не украинский, не сальвавит, конечно, сальвавит, это, кто хочет, покупает, я одним не пользуюсь, а сальвавит, вам зарубила рекламу, покупайте, ну, а кем я премиксом пользуюсь, это тайна за семью замками, если хочется, я могу вам информацию, всю, переводом, мне на карточку, огласить, вот, такие, техасские перепел, цеми перепел, меня зовут, Хитл Хелена, я заводчик, и це вот, перепеловод, перепела, горащую, с техасский, мясный, альбинос, техасский, вин белый, белого цвета, цеперепел, вкрапинек на голове и на спинке, может быть черный, но, я разработала всю селекцию, и цеми перепел, ми перепел, ну, зафиксируйте, сьогодняя уже поздна ночь, 17 субота, февраль, 2024 года, и все, и буквально, прощаемся, перерабатываем с этим мясом, и будем, так как у нас, инкубировалися, перепела, 25 декабря, то нам десь, надо, вписываться, в 20 числа, и там, в той партии, уже, вытягивать, хорошие, экземпляры, птицы, и, излишки петухов, забираются на мясо, и, скорее всего, что я, из тех перепелов, молодняка, так как у меня, будет уже, тут на переработку, можно буженину сделать, и можно, закопить, как вариант, вот, фарш в меня будет, тут, еще тоже можно фаршить, там же у меня есть, в емкости, тоже мясо, вот, сделаю фарш, фарша предостаточно, потому, что есть у меня шалутка, и есть курица, бризгальская, я зарезала, так что, мясо много, плюс надоедать надо семгу, лоток семги, потому, что планирую взять, крафтовый сыр, и сейчас на сыроварне, так что, с тех перепелов, какие есть, на забой, излишки, там, петухов, курочек, не знаю, одну, две, там, пару штук, может, до яку, побракую, за счет яйца, а так, петушки, я пусть у нас сыровял, я сделаю сыровярино мясо, в холодное, в ялении, длительное, в ялении, и, в ялении, там, через, энное количество недель, будешь, это такие деликатес, как сыровяриный перепел, вот так, вот такую информацию, с вами поделилась, хитру, Келена, заводчик, птицевод, перепеловод, проживаю, Первомайск, Николаевская область, южная часть, Украины, город Первомайск, Первомайск, на Буге, вот, показываю вам свои реквизиты, то есть, номер телефона, вот, реализую свое хозяйство, инкубационное яйцо, пищевым яйцом не торгуем, потому что его вообще не существует, пока разносуются молодые перепилки, там буквально 2-3 недели есть пищевое яйцо, вот, и все, только племена птица, только инкубационное яйцо, и мясо, мясо можем, вот, как вырезка маточного поголовья происхода, или происходе молодняк, это в возрасте 2 месяца, мы выбиваем его, излишки петухов, и, возможно, по яйцу бракуется курочка, в субе перерабатываем, если наши, мои, закрома, морозилки, к примеру, забитые, хотя там больше ягод, чем мясо, мясо стараемся кушать, чтобы оно у нас было, ни из морозилок, ни в морозилок, ни в тушенок, это сделали в тушенке, если критически, такие были ситуации в 2022 году, или было что-то излишки мяса, я его бабахала в тушенку, тушенка, это самая вкусная тушенка, это из перерабатывания, не то, что я его продаю в инкубационное яйцо, я и куринами, яйцом торгую, там тушенка с гуской, дуже вкусно, бесподобно, ну там совсем-совсем дорогий вкус, вот, еще я хочу тебе сказать, а, инкубационным яйцом, мясом, когда есть излишки, и пищевым, там, на великий промежуток времени, вот, ну, вы, ребята, обычно периодически прозвоните, от меня мужчина позвонил, это время, когда мы уже делали зарезку, вот, он мне позвонил, и мясо в меня приехал домой, забрал, и те клиенты, которые долго-долго-долго ждали, я кому-то развезла по домам, кому-то по доставкам, и все сложилось у нас хорошо, по мясу, по мясу, 350 гривен килограмм, на килограмм 4 штуки, это заваживало на 400, сейчас я вам скажу, самых меньших, самых меньших, есть и 400 грамм, до петушки, до курочки, есть и петушки, 380, есть и 350 грамм, это вы, потому что не геть птица, вот, значит, если вам надо мясо, прозванивайтесь, договаривайтесь, вот, возможно, в той период времени, вы, когда у меня происходит зарезка, или я в ближайшее время буду делать зарезку, есть люди, которым надо с проблемой с организмом, там, у кого онкро, надо пить бульоны, вы прозваниваете, мне зарезать, им не машу, мороженое в морозилке, у меня мясо не существует, вот, и зарезать маточник не могу, потому что есть заказы, проплаченные на инкубационное яйцо, с 1 марта 2024 года, инкубационное яйцо, моего перета 14 гривен штука, прозвонили мені мои коллеги, и сказали, что они продавали яйцо по 4, по 4,50, по 3,50, это в зависимости, какие там у них перепела, или там, вот эти яичные направления, или мясо яичного направления, то сказали, что они подняли цену на инкубационное яйцо в 2 раза, то есть, если они продавали там 3, они продают сейчас 6,8, вот яйцо сейчас, позвонили мені мои коллеги, и говорят, Лена, мы подняли яйцо 6,8, то есть, 6 гривен штука, и 8, это если мясные по 8, если яичные направления по 6, то есть, люди подняли цену в 2 раза, перепелят сутичных, еще 2 года назад, они их продавали по 15 гривен, то есть, это инкубирование, но яйца в них были по 3, по 3,50, а перепелят продавали по 15 гривен, то есть, такие подъемы они сделали, не в 2 раза, а там 4, можно сказать, разом, 3 раза, 4 даже, вот, и, меня поинтересовалась, почем ману яйцо, кажу, уже 3 года, он, ману яйцо, даже 2 года, уже 3, 3, по 10 гривен штука, и с февраля я поставила 12, сказала, ну, дивись, пускай, где твоя 12, можем, мы в тебе по 12, резьмем, и еще произошла такая реклама на мою птицу, канал один захотев рекламировать хитрочеким перепел, и, сделав такой жест доброй воли, вот мужчина сказал, я за свои деньги, все вы на канале, прорекламирую вашего перепела, ну, а что достойные экземпляры, не прорекламировать, и все, пожалуйста, рекламируйте мою птицу, и пришли тоже звонки, записи, все, и получается такая состыковка, да, не требует, чтобы поднимала цену, потому что вы не подняли тоже цену, то есть не требует, и она объясняет, что вы не подняли, а ты будешь ли ты поднимать, чтобы, конечно, была разница, то есть, вы молодцы, коллеги, да, чтобы была такая разница, чтобы, вы же уже подняли по 8, а в мене, к примеру, по 10-12, да, но все равно, клиент прийде до меня за мясом, за мясной перепилкой, а вы говорите, Лена, мы же подняли, и ты поднимай, то есть, ты давай выше, а мы за тобою, чтобы клиент бачил разницу, и уже яйцо у них покупал, потому что оно у них все равно же дешевше, чем у меня, ну, я могу принять это, а могу и не принять, да, ну, я поставила ценник 14, так как шей, шей мужчина, вообще прекрасный человек, який, сказав, я могу прорекламировать, себя на канале, вот, вашего перепела, и буду рекламировать, и буду рекламировать, пожалуйста, 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 с благословлением моим, вот, хорошая история, прям прекрасна, прекрасна, ну, кто в теме, смотрит это видео, то в теме, мои вообще, мои родственники, зрители, они вообще, может, не понимают, потому что они состоят в секте, ну, а сектанты, они это смотрятся, да, ну, и благодарю, мужчина сделал жест, ну, как бы сказать, выполняет программу, выполняет программу, как своего рода, и выполняет программу, мою магическую программу, вот, так что, вот так, я, кто понимает, вообще четко все понял, кто ничего не понял, может написать, Лена, я ничего не понял, ну, ничего, может, вы это и не поняли, может, десь послушаете, узнаете позже, А я вам показываю реальный факт. Жалко на весов, сейчас у меня тут нет, чтобы вам зафиксировать этих перепелов. Но уже поздно, я делаю фарш, дорублю мясо с чесночком, с чесцебулькой, и нет у меня черного перчика, горошка, так и душистый есть. Что я сделала, я сюда измельчила мускатный орех, я очень люблю мускатный орех, гвоздейку, я вообще люблю такие термопряности. Там есть лаврушка, и там есть чеснок, а тут, цебулька, это все вмешается, на кухне стоит такой колбасный аромат, вот, и промаринуется мясо, и я рано утром встану и сделаю, уже покажу вам эти котлетки. Сейчас вот это мясо, косточки сами чуть-чуть вымочатся в водички, но водичка, можно сказать, уже нормально, можно будет поставить, закипать, и на медленный огонь, пускай всю ночь куварится, будет концентрированный бульончик. Прекрасная красота. Ну, а той контейнер я, считайте, даже еще не весь доробила, а цей контейнер я сейчас поставлю в холодильник, я уже завтра буду это все робить, даже, возможно, и буду делать так, как я вам и говорила, або на фарше, або делаю больший ассортимент разновидностей блюд приготовления, потому что просто сварить суп, постоянно суп-суп-суп-суп, или запекти в духовке, там, и с овощами можно, ну, хорошо сливают, с яблоком, это я все делаю с яленой грушей, вообще бесподобно, это сами любыми такие добавки, вот, и можно буженинку, и можно закоптать. Если, я хочу сказать, если есть мясо, можно сделать, понимаете, на набор костей, что-то я красивых почестив.